Привет, прекрасно! Сегодня сражаться друг с другом будут два кремовых скульптуринга. Один от Kiko, другой от Isadora. Я расскажу, сравню на несуное лицо и подробно расскажу, чем они отличаются. Скульптуринг от Kiko в оттенке 201, и он, как видите, такой бежево-коричневый на руке. Кстати, именно в сравнении выглядит как будто сильно желтый, брондирующий, но на деле он красиво тушуется. Красивый коричневый холодный оттенок. Снизу же у нас Isadora, и он имеет такой немножко зеленоватый батон. То есть, если вы имеете прозрачную светлую кожу, то я бы, конечно же, выбрала вот такой оттенок, как снизу, 32-й. Но имейте в виду, что сейчас стало чуть-чуть модно делать тепленький скульптуринг. По объему Kiko больше, я уже вымазала половину. И его минусом я бы сказала, что если наносить его прямо на лицо, с ним можно немножко переборщить. Поэтому безопасный способ это набирать вот таким способом на кисть и переносить на лицо. При этом он очень красиво и аккуратно тушуется, создавая легкую тень. Изодора меньше по объему, и в комплекте идет с другой стороны вот такая кисточка. Соленькие тонкие продукты для растушевки я не очень люблю. Мой фаворит это кисточка от Essence Highlighter Brush. Я обожаю ее, и даже, возможно, купила бы вторую, чтобы использовать и для румян, и для скульптуринга, когда она пачкается. Но вернемся к нашему скульптурингу. Я думаю, что у него чуть меньше. На упаковке от Kiko не написано сколько. Этот светлее, и с ним очень тяжело переборщить, поэтому я смело наношу на лицо. Ну что, давайте подведем итог. Это, конечно же, мое личное отношение к этим двум продуктам. Но, например, оттенок Kiko мне нравится больше. Я уже говорила, что чем загорелее я выгляжу, тем больше я себе нравлюсь. Соответственно, более слегка бронзирующий эффект от скульптуринга мне нравится больше. Тем не менее, он не выглядит рыжим абсолютно на лице. Все гармонично сочетается с моими оттенками бровей, волос, кожи и автозагар на шее. Пятнами, которые любят. Изодора. Подойдет для более бледных. Он легче тушуется и мягче по текстуре. Как мне показалось, его можно наносить сразу на лицо. Мне, кстати, очень нравится вот такая тонкая скошенная история. Возможно, она со временем пройдет, но вначале он именно скошенный. И это добавляет удобства в контурировании носа, например. Потому что можно рисовать совсем тоненькую полосочку и хорошо растушевать. Попробовали ли вы какой-то из этих скульпторов и нравится ли вам?